Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего святого, Сергеем Поярковым, я тот художник, который можно видеть каждого. Две вещи породили этот дебильный закон про мобилизацию в той идиотской форме, которая и была предъявлена всей стране. Первая вещь – это вопиющая профнепригодность, а вторая вещь – еще более вопиющая жадность, замешанная на тубости. Профнепригодность. Смотрите, вам любой военный скажет, любой специалист, что количество людей, призванных на фронт, можно уменьшить десятикратно, если вместо набивания фронта людьми насытить фронт супертехникой, боекомплектом, снарядом. То есть это можно десятикратно уменьшить, ну, необходимость в личном составе, но этого нам не дают по причине профнепригодности тех, кто пришел во власть в девятнадцатом году. Зеленскому уши прожужжали и его окружению, что, ребята, демократические страны, союзники Украины, не собираются всеобъемлюще помогать диктатуре, похожей на путинскую. Потому что для того, чтобы мы вам давали все в нужных объемах, и вы должны в нужных объемах соответствовать требованиям. То есть строить у себя свободное демократическое государство, где свобода слова, верховенство права и отсутствие монополии одной партии на власть. Потому что если у вас все признаки диктатуры, то и помощь вам десятикратно уменьшается, и вам приходится компенсировать своим населением. Пожалуйста, говорят Зеленскому, говорят всему окружению, если вы хотите десятикратно уменьшить количество смертей ваших людей, перестаньте вести себя так, как экзальтированные подростки, дорвавшиеся до сладкого. То есть вам надо государственные институты, контролирующие власть, о чем уже говорили, кстати, и предыдущему президенту, и предыдущему президенту, уши все уже прожужжали. Вам надо организовывать институты контроля над властью в вашем же государстве. Тогда вы будете и по форме, и по сути с нами равны. Тогда вы станете европейской демократической страной. Сейчас вам приходится мясом украинцев забрасывать нужды фронта. А если вы будете нормальным государством с демократическими институтами, чего требуют прямым текстом, ну тогда и помощь будет больше. Профнепригодность нашей власти заставляет избыточно призывать людей, которых, кстати, уже особо и не призовешь. Второе. Ну, смотрите. Я уже неоднократно говорил, что, наверное, вы тоже обратили внимание, собственно, с этим тяжело поспорить, что на фронт преимущественно идут, но исключения есть. Мало того, они прекрасны, они многочислено уже приведены в пример, но все-таки на фронт идут, не в виде исключения, а в большинстве, люди с низким уровнем экономического достатка. Это факт. Я сейчас не пытаюсь упрекнуть, боже, сохрани никого в том, что там, в принципе... Послушайте, ну, людям надо кормить семьи, и это, ну, тоже мотивация, в конце концов, когда человек не только всей душой за Украину, хотя есть люди, которые пошли добровольцами, люди, которые, безусловно, пошли, не имея финансовую мотивацию, в принципе, в основе основ, но, тем не менее, все, у кого есть баблище и желание откупиться, они массово откупились. Друзья мои, понимаете, вот после 24 февраля у нас появилось такое количество инвалидов, инвалидов, уехавших за границу, такое количество... То есть мне совершенно очевидно, что вот эти вот временно непригодные или частично непригодные, они появились в соответствии с обелечиванием, а обелечивание всегда крышуется исключительно властью. И поэтому все, у кого деньги есть, они уже давно, во время войны, понапридумывали себе болячек и получили белые билеты. Больше того, сейчас даже, как бы, говорят, если ты успел получить инвалидность до войны, то это десятикратно круче, чем во время. Ну, потому что если человек получил инвалидность, вот с ним что-то случилось до войны, это, как бы, сомнения не вызывает. Уже появились после войны какие-то эффективные операции, появились какие-то вот эти фельдкины грамоты. То есть после начала войны началось вот это жукование. Кто всегда зарабатывает на жуковании? Никогда не зарабатывает оппозиция. Всегда зарабатывает власть. Ребята, куда стекаются ручейки откатов? Ну, понятно, что когда бизнесменов заставляют платить откаты, им, конечно, говорят, ну, это наши доблестные вооруженные силы. Бизнесмены прекрасно понимают, что ни на какие, ни на доблестные силы, а майбахи, отдыхи на Мальдивах по-тихому, а иногда они получаются по-тихому. Да, все вот эти батальоны Монако-Хренако. Опять, количество иномарок у нас в Украине покупают больше, чем в пяти сопредельных странах. Вот куда идет бабло. И поэтому было принято логичное с точки зрения заработка, беззастенчивого вот этого вот вороватого заработка, что, наверное, те, кто купили белые билеты в военкоматах, те, кто часткованные придатнее, что их бы лучше, ну, если у них есть деньги, обилетить по второму разу. Те, кто обилетились, закончились. Все. Но выход, ну, ведь схема-то должна работать, а сырье для зарабатывания закончилось. Поэтому, когда у тех людей, у кого денег не было, им все равно платить нечем. Просто тех, кто может заплатить еще раз на карман, их будут обилечивать по второму разу, что приведет к тому, что огромное количество людей сюда просто не вернется никогда. То есть у нас и так демографическая проблема, она усугубится десятикратно. Мало того, все, кто имеет еще действующий белый билет и может быстренько убежать, пока его не начали переосвидетельствовать, он быстренько смоется, что тоже не на пользу Украине. Ну, простите, банкиры уже волком воют, говорят, что идет отток вкладов. У людей просто уезжают, снимаются всеми способами, убегая от вот этого вот абсолютно какого-то неорганизованного, вот этого квартально-сценического, вот этого мобилизирования того, что делается абсолютно не так. И прав, тысячекратно прав заложный, что профессионалов военкомов, там косых, кривых, плохих уволили, на их место набрали тех, кто, простите, ни уха, ни рыло не понимает, как это работает, не знают законодательной базы и так далее. Поэтому я напомню две причины. Дикая профнепригодность власти, раз, и дикая жадность и тупость той же самой власти, это два. Друзья мои, все. Вот причина, почему в таком дурацком виде этот закон подан. Нет, ну я понимаю, что он подан в избыточно дурацком виде, чтобы президент пошел на уступки, сдвинул бровки, топнул ножкой. Но идиотический эффект от заявления в такой форме вот этого закона мне очень напоминает идиотический эффект от того, как лично президент обещал, и его окружение обещали, что в 2023 году война закончится. Это обещал Зеленский, это обещали все, все пресные вокруг него, закончилось это пшиком. И поэтому депресняк от неудачи. Объявили же победу. А вместо победы мы получили вот эту вот, вот эту вот, вот эту мобилизацию, которую многие по неприятию даже приближают по отвращению к оккупации в своем восприятии. Не забывайте, друзья, подписываться на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, распространяйте в соцсетях, а победа будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не сошли. Продолжение следует...